Россия намерена избежать мобилизации путем набора контрактников для войны в Украине, сообщает об этом Bloomberg и говорят, что ежемесячный найм новобранцев на контракт оценивается приблизительно в 30 тысяч человек и это позволит пополнить армию России еще на 300 тысяч в 2024 году. Конечно, это будет происходить не сразу, а постепенно, но все же, как вы считаете, действительно ли такой большой спрос именно на контрактников и много ли желающих заключить контракт с Россией? Вы знаете, я вижу то, что творится в моей сфере. Заключенные, арестованные, домашний арест, находящийся под надзором, да, они хотят. Они хотят все, совершенно понятно, почему. Вот мы сегодня наблюдали процесс в Красноярске, где судили 21-летнего курсанта училища МЧС, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. И в процессе расследования выяснилось, что за ним еще крупная кража и изнасилование без убийства еще одной девушки. Он получил 21 год, он улыбался на процессе, он улыбался и сразу заявил, что он пойдет на специальную военную операцию. И он, конечно же, на нее пойдет, потому что такие люди там очень сильно приветствуются. И мало ли таких? Много, 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 много. Встречайте. Ну вот Путин, мы видим, еще сейчас пытается сделать все возможное для тех, кто пошел воевать, и чтобы завлекать идти воевать, потому что он там подписал два указа, да, о списании кредитов и процентов по кредитным ставкам, и для участников так называемой СВО. И, конечно же, подписал еще один указ, который обязывает вдов и жен мобилизованных, там, нельзя увольнять год с их мест работы. И можно не платить за коммуналку. Вот это действительно Путин вот такими способами пытается купить пушечное мясо за деньги? Ну, дело в том, что это, что называется, аферта Путина, это Путин предлагает платить, будут россияне за это. Это не Путин прощает долги. Эти долги будут взысканы другими методами других россиян. Путем повышения налогов, путем досрочного взыскания кредитов с них, путем повышения процентных ставок и так далее, и так далее, и так далее. Россияне все равно за это заплатят, сами заплатят с своего кармана. И, конечно, они, может быть, не сложат в голове, это сложная операция, это не 2 и 2, это 2 плюс 2 плюс 1. И, может быть, они сразу до этого не дойдут, но когда они поймут, что сосед Вася ушел на фронт и получает по 250 тысяч, ему списали кредиты. И его жена, а уж еще лучше вдова, которая получила уже выплаты за мертвого мужа, и, в общем, все у него прекрасно, и переехала она в областной центр, купила себе квартиру, дети поступили в университет. Ему нечем платить за коммуналку, которая почему-то вдруг выросла. Чего это она выросла вдруг? Потому что за Васю там прибавили. Вот она и выросла для Пети. И Петя, конечно, подумает, подумает, почешь треп, а что ему делать? И пойдет на войну, потому что что-то платить-то надо. Петю-то задушат. Задушат всеми платежами, кредитами, маленькой зарплатой, невозможностью ничего рассрочить. И Петя подумает, подумает и пойдет на войну вслед за Васей. Но все же есть и те, которые возвращаются с войны, вот даже условные зэки, и они потом продолжают убивать уже в России людей, насиловать. Вот это не работает наоборот? Не меняет восприятие, что, может, лучше и не надо? Ну, вообще, эти зэки уже закончились, потому что с конца сентября их перестали отпускать по помилованию. То есть теперь любой, вообще любой зэк, не зэк, кто угодно, попавший на фронт, остается там навсегда. И это тоже снижает давление, что называется, мобилизационное. Если все-таки раньше была ротация хотя бы у зэков, то теперь ни у кого вообще нет и не будет. И это тоже такой важный поворот. А те, кто возвращаются и совершают преступления, тех сразу забирают назад на фронт и, в общем, даже без суда и без следствия. То есть сейчас, в общем, для российского руководства, для военного руководства, выгодно, чтобы люди совершали преступления. Просто выгодно. Потому что их тут же закон позволяет брать сразу из СИЗО. Прямо сразу же. Поэтому, пожалуйста, ради бога, насилуйте, убивайте, жгите, грабьте, мы тут же вас заберем на войну. То есть это сейчас вполне себе нескрываемая такая вещь. Спасибо. Спасибо.